Привет, мой дорогой зритель! Год только начался, а в русском рэпе продолжают копиться скандалы и драмы. Сегодня мы вновь будем с тобой разбираться в самых шумных новостях и событиях последнего времени, таких как Versus Battle или обвинение Тимоти в нацизме. И самое главное, пройдемся по новому альбому Оксимирона. Устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. А начнем мы сегодняшний выпуск с траурной ноты. На днях стало известно, что из жизни ушел рэпер Мистер Си. Поступила информация, что в ночь с 21 на 22 Владимир попал в ДТП, врезавшись в фуру. На момент смерти артисту было всего 25 лет. Сейчас в интернете уже многие памятно отреагировали о талантливом, перспективном и необычном артисте. Исполнитель много вкладывал в технику, манеру повествования и собственный вайп. Буквально за несколько дней до смерти он опубликовал один из последних своих клипов. В культуре давно сложилась очень душевная и приятная атмосфера вокруг всего сообщества рэпера. Нам, как и многим его фанатам, будет не хватать самого артиста и его творчества. И мы можем только посочувствовать всем его близким и родственникам. А также мы надеемся, что через музыку артист будет жить и дальше. Напоминая каждому его фанату, насколько он был прекрасным автором. Если ты тоже ценишь его труд, то обязательно переходи в наше сообщество и вместе с нами вспомни лучшие из его композиций. Так, а как там дела у Версуса? Было много слухов о его закрытии. Смерть одной из самых узнаваемых батл-площадок предвещали давно. Некоторые, наверное, даже с радостью бы отнеслись к новости про распавшуюся империю. Но громких поводов не было. По крайней мере, до недавнего времени. Сам ресторатор опубликовал большое сообщение у себя в инстаграме. Главный постоялец бара 1703 объявил, что ему все надоело и наскучило. А также Александр пожаловался, что денег у него осталось на два месяца. В общем, изначально все выглядело достаточно печально. Но не успели хейтеры ресторатора возрадоваться, как в той же публикации. Основатель Версуса рассказал, что открывает несколько новых проектов. Пока без особых подробностей. Более того, Александр даже не раскрыл их направленность. Но вряд ли он будет медлить с анонсами. А значит, совсем скоро мы увидим новый проект от Александра. Но что там о самом Версусе? Конечно, он будет существовать и дальше. Но пока не очень понятно, в каком формате. К сожалению, сейчас ресторатор не очень активен и мало рассказывает о будущем своей карьеры. Но он обещал делать стабильные отчеты в ближайшее время по каждому своему действию. А дальнейшую жизнь Версуса подтвердил неоднократно в директе своего инстаграма. Помимо этого, Александр прокомментировал уход Райт Рауна с финала Версус Плей Офф. Он отметил, что принимает такое решение и продолжает общаться с рэпером дальше. Напоминаем, что Райт сдался буквально после первого раунда. Так, я понимаю, что первые новости были не самыми позитивными. И ты уже успел приуныть. К тому же, потухшая творческая звезда Окси Мирона для многих стала нарицательной. Но мы решили, что если Окси Мирон не пишет себе релиз сам, то мы сделаем это с подписчиками за него. Сейчас мы проводим у себя в сообществе ивент, где вместе с аудиторией делаем целый альбом Мирону. Уже сейчас наши подписчики смогли написать крутой и очень похожий на Мирона первый трек. Но мы не думаем на этом останавливаться и зовем тебя также принять участие. Все подробности ты найдешь в нашем официальном сообществе. Ставь лайки, если тебя эта идея устраивает. А мы подумаем насчет записи данного трека. Ну или попросим самого Мирона. И еще немного созидательных новостей. Шоу сменяют другие шоу. Одни уходят и на их место приходят новые. При этом сейчас на ютубе тенденция не новой школы, а наоборот. Старой. Каналы себе создают рэперы из тех далеких годов, когда рэп только становился дворовой культурой. И делают, стоит отметить, они вполне солидные ролики, вкладывая усилия в продакшн. Но это не точно. И сейчас на просторы нашего любимого сервиса ворвался Гуф. Суть его проекта заключается в том, что к Долматову приходят рэперы и зачитывают свои треки одним тейком. В шоу заявленные даже уже появились Смоки Моу, Паша Техник и Муравей в качестве участников. От себя хотим добавить, что выходит вполне интересно с точки зрения нового опыта. Хорошо, что Гуф не стал адаптировать уже избитые форматы, а выкатил что-то свежее. Особенно для тех, кто застал только новую школу. Прошу прокричать, это живо. Взрывай. Всего себя, кто посвятил этому. Сделаем небольшую паузу. В трех часах езды от города, где я живу, в Саратове, ребята сделали свое творческое объединение. Называется оно Team64. Сочиняют музыку, пишут биты, рисуют обложки и самое главное, получают удовольствие от процесса. Загляните к ним на новый канал, вам обязательно что-нибудь понравится. Ссылка будет в описании. Хотелось бы также рассказать вам о том самом конфликте, который перерос в настоящую войну в Твиттере. Началось все с того, что Талиб Квели назвал русских рэперов нацистами и объявил войну. Если кто не знает, именно этот парень является участником образованного в 1997 году хип-хоп-дуэта Blackstar. Да, немного раньше, чем Тимати. Последнего он, кстати, обвинил в культурном стервятничестве, а также назвал Тимура нацистом за снимок со съемок комедии «Гитлер Капут». И после началась битва между вашими и нашими. К конфликту потянулись ребята из Ренессанса, в том числе за май и СД, и даже Драго с PLC заскочили. Наши решили не идти на открытый конфликт и почти все просто шутили в адрес ветерана рэпа. Но того было уже не остановить. Сейчас весь его Твиттер кишит упоминаниями этой темы. Но, по сути, весь конфликт закончился ничем. Кто-то поддерживал одну сторону, а кто-то другую. Потом все это вырвалось за рамки Твиттера и пошло в СМИ. Даже The Guardian написали очень спорный материал, где использовали Тимати рядом с Путиным. На наш взгляд, самый интересный финал всей этой перепалки произошел с Виктором СД. Ему просто забанили Твиттер за ненормативное поведение. При этом рэпер использовал против талиба те же аргументы, что и тот против наших культурных представителей. Но обратное ущемление в Твиттере не работает. Афроамериканцев обижать нельзя. Зато это стало поводом для того, чтобы СД записал новый трек на 17-й независимый баттл. Что, наверное, сильно порадовало его фанатов. Конечно же, с отсылками к ситуации, а также сделав ремикс на трек Тимати Панты. Твиттер как портал почти полосяной шкаф. Оттуда меня манит зигой цвета снега фрау. Свободен во взглядах, я типа левый кипелый. Соперник мой серьезно заявляет. Мой белый, мой белый. Для талиба, кстати, также не все сладко и гладко. Ему забанили карточку Сбербанка, при помощи которой он собирал деньги на борьбу с русскими нацистами. А Сбер посчитал, что данные донаты направлены на терроризм. Это лучший кроссовер, о котором мы могли мечтать. Только вдумайтесь, Сбербанк объединяется с русскими рэперами-нацистами ради уничтожения первооснователя Блэк Стар. О, господи. И напоследок у нас новый клип от Моргенштерна. Тот самый на трек Ра-та-та-та-та, записанный с САК-47. Удивительно, что в этот раз Алишер отступил от своих последних принципов и сильно вложился в производство. Он реально постарался сделать качественную работу с сюжетом и даже неочевидными отсылками к массовой культуре. Получилось у него хайпануть или нет, решайте сами. Но на данный момент работа уже собрала 8 миллионов просмотров, и это всего лишь за несколько дней. И не забывайте написать в комментариях ваше впечатление от визуализации. Нам интересно, как вы оцениваете такой сюжет и формата дуэта из гангстера АК-47 и самурая Моргенштерна. А на этом сегодня все. Пиши в комментариях, как тебе сегодняшний выпуск и какая новость понравилась больше всего. Не забывай подписаться на канал и поставить лайк этому видео. С вами был Игорь Еремин и проект Рэп Ньюс. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok